Павлик Танк 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 И смог накопить еще 48 жетонов Таким образом получается, что мне осталось заработать всего 2 жетончика И я уже забираю Павлика Но на этом останавливаться я не буду И буду делать все по максимуму Для того, чтобы собирать жетоны еще Потому что в следующий раз эти же жетоны точно так же можно будет использовать и на другие машины Которые будут, соответственно, добавляться в игру Сейчас перейдем ко мне на пресс-аккаунт И выкатим Павлика из ангара для того, чтобы посмотреть на что он способен Вообще Павлик не сильно способен и это факт Дело в том, что он не сильно круто забронирован К броне сейчас вернемся Имеет очень высокий силуэт Но при этом довольно интересная ТТХ по орудию Сейчас полностью все обсудим Возьмем тачку, поедем покатаемся Посмотрим на что она способна Но все же, ребят, самое главное, что в Павлике хорошо Это то, что он абсолютно бесплатный И это будет мысль преследовать меня постоянно во время сегодняшнего обзора Время сведения далеко от идеала Целых 4 секунды на 6 уровне И это с учетом того, что оборудование в двух слотах установлено именно на сведение Разброс вполне себе приятный 0.312 1700 единиц ДПМа Благодаря тому, что 240 единиц разового урона за выстрел Это 6 уровень, ребят Что я лично считаю очень крутой эльфой Что касается бронепробития 150 единиц Мне лично более чем достаточно Поэтому играю не на калиброванных снарядах А с досылателем Благодаря этому имею неполные 8,5 секунд времени перезарядки Я повторюсь еще раз, как для альфы в 240 Время перезарядки очень даже приемлемое Что касается угла склонения орудия вниз Минус 10 И это, да, действительно комфортно Башня не сильно большая И поэтому, если вы им свою огромную тушу прячете где-то за какой-то неровностью То, соответственно, башенка не настолько сильно велика Чтобы ее прям с легкостью выцеливали ваши соперники По броне здесь хвастаться, как видите, особо нечем Здесь слабо забронированный тяжелый танк Приведенка оставляет желать лучшего Разве что прям совсем где-то по каким-то верхам Но навряд ли сюда будут кидать Потому что в основном прилетать будет сюда, где 145 с приведенной броней Ну, короче, особо не похвастаешься То же самое касается вот этого просто огромного шарфа Да, по краям здесь приведенка есть Но в центре, ребят, выцеливай, мама, не горюй Короче говоря, особой сложности не будет Хотя, если играешь исключительно на своем уровне То довольно-таки часто многие ребята вас не пробивают Сравнивать данную машину с другими танками на уровне Я не буду по одной простой причине Потому что там их просто огромное количество Да и особо чей тут сравнивать Ребят, повторюсь еще раз, он бесплатный И это, главное, его прелесть Ну что, поехали, попытаемся побоевать Ну что, друзья, поехали Ну и поскольку мы делаем абсолютно честный обзор На абсолютную халяву Хотя можно было бы и не обозревать Как говорится, халявному танку в дуло не смотрят Но все-таки давайте будем заценивать Подвижность, меня устраивает Все классно, спокойно передвигается по карте Вопросов каких-то определенных не имею Что касается бронепробития То, как я говорил, более чем достаточно Что касается точности В основном даже без полного сведения Абсолютно вполне спокойно отыгрывается Что еще хорошо На вот этой карте, допустим, занимая точку D Я абсолютно спокойно прячу весь свой корпус При этом я показываю исключительно свою башню Которая не является супер большой по размерам И вот здесь вот, благодаря крутой точности орудий Орудия, простите Между двумя зданиями в узенькую щелочку Абсолютно спокойно выцелил Арла Причем без полного сведения И, ребят, повторюсь еще раз Пускай я не пробил его Но факт точности это не отменяет Дело в том, что просто снаряд прилетел туда Где броня была Как видите, Арл сейчас, несмотря на то Что имеет, в принципе, достаточно нормальное пробитие Меня пробить не смог Это меня, честно говоря, в машине радует Еще одно непробитие Бьет наугад Потому что, в принципе, не совсем готов к Павлику Скорее всего, возможно, первый раз вообще Павлика Как такового видит Вот здесь уже моя ошибка Как видите, я подставил шарф Который, как я говорил Является одной из ахиллесовых пят У данной машины Но, в любом случае, одно пробитие С учетом того, что у меня 1200 единиц запаса прочности А это для шестерки действительно очень круто Но, в принципе, не сильно-то меня и смущает Понятное дело, что Рено Г1 сейчас пытается Куда-то от меня отвалить Опять-таки, высота моей машины С одной стороны Не сильно хорошо А с другой стороны Очень даже удобно Вот сейчас за вот этой вот Кучей всякого хлама Я вполне спокойно, опять-таки Прячусь полностью Ну, а моя башня Находится на таком уровне Что из-за этой кучи Я вполне спокойно Могу выцеливать И это действительно очень комфортно Особенно Учитывая то, что Данную машину Буквально за два каких-то Боевых За две боевых задачи Выполненных Я сейчас заберу абсолютно На халяву Что касается фарма Может, это не самый лучший вариант фарма Может быть, это не самый лучший фармер На шестом уровне Но, опять-таки Это, в принципе, довольно неплохой вариант Для тех ребят Которые Не имеют премиумных машин И поверьте мне Если вы новичок в игре Если вы Хотите зарабатывать серебро А не на чем Но оно вам необходимо То, наверное, это один из самых лучших вариантов Потому что делать особо ничего не надо Нет необходимости постоянно побеждать Нет необходимости делать знаки классности Все это связано с тем Что, по большому счету Данную тачку можно получить Выполняя такие боевые задачи Как сыграть один бой Уничтожить двух соперников А я сейчас двоих уже уничтожил Нанести какое-то минимальное количество урона Ну, короче говоря За плевые боевые задачи Вы получаете довольно-таки Крутую халяву Ну, по крайней мере, это мое мнение А вы свое мнение Обязательно пишите в комментариях Что касается результативности Я лично считаю Что машина на своем шестом уровне Очень результативная Очень классная И очень фановая 1740 единиц урона В первую попавшуюся бою Два уничтоженных соперника И при этом всем знак классности второй степени Что касается результатов по фарму То 34800 Но это с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт Плюс к тому Я немножко потратился на пополнение снаряжения и амуниции Но без нее игра прям совсем не та Если говорить без прем-аккаунта То 18700 Как я сказал, это не самый крутой фармер на уровне Но в любом случае в минусе находиться вы не будете Что же касается удовлетворения от боя То я его получил Чего и вам желаю И мне кажется, что Павлик придется ко двору Многим игрокам И как видите в данном бою Практически ничего не делая Особо не страдая Главное, грамотно пряча свой Довольно-таки крупный корпус Я занимаю первое место в команде По нанесенному урону Что же касается тех ребят, которые хотели бы Павлика продать То сейчас я покажу За сколько это можно сделать Но с учетом того, что это премиумный танк А не коллекционный Продадите вы его за серебро В частности, машина стоит всего лишь полмиллиона серы Я не считаю, что данную машину имеет смысл продавать Для того, чтобы получить серебро за нее Так как в принципе Можно на какой-нибудь фармящей машине Этих полмиллиона серебра Абсолютно спокойно за 15 каких-то боев Просто нафармить Поэтому, друзья мои Всем желаем получить себе Павлика Да и что тут желать Особой сложностью Поверьте, для вас это не будет Я побежал снимать следующее видео Специально для вас Ну а вы помните Что даже если вы забрали Павлика Даже если вы получили Необходимое количество жетонов И у вас еще остается время На выполнение боевых задач В несколько дней вперед То лучше выполняйте их Потому что данные жетоны в будущем Вы сможете использовать на следующую машину Которые разработчики добавят Таким же путем получения Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok